всех приветствую замена дисплея на redmi 5 плюс подцепим крышку заточенной лопаткой крышка тут металлической поэтому снимается иногда с затруднением после того как мы подцепили крышечку вставляем уже обычную лопатку да но либо можно воспользоваться открывашкой до для телефонов в принципе на этом уже этапе самое главное углы иногда вот они не хотят выходить поддеваем крышечку но и вот я воспользуюсь уже открывашка открывашку вставляем щели проводим по периметру не по периметру там по каждой стороне ну и то же самое с другой стороны также поддеваем открывашку и снимаем крышечку крышечка снята откручиваем заднюю панельку с динамиком откладываем в сторону и извлекаем ленточки из-под а кб одна ленточка оторвалась 2 вытащилась нормально но и 1 обрывочек можно накрутить на пинцет таким образом и вытащить в принципе можно немного подогреть телефон на термостоле и снять аккумулятор без выдергивания данных лент отсоединяем шлейф аккумулятора извлекаем аккумулятор отсоединяем шлейф шлейф дисплея на и помещаем телефон на термостол температура стала 90 градусов телефон помещается минут на 5-10 далее снимаем дисплей так как дисплей разбит можем не бояться что-то повредить в принципе можно сверху наклеить малярный скотч и вот такую клейкую ленту принципе можно обычный скотч поклеить для того чтобы осколочки не разлетались как правило мелкие осколки битые стекло все равно остается на рамке потому что там силы крепления сцепления больше не потом их приходится удалять дополнительно далее очищаем рамку от остатков осколков можно чистить бензином калоши можно изопропиловым спиртом калоши на мой на мой взгляд очищает немного лучше удаляем остатки скотча а также остатки клейкой массы с рамок телефона мы окончательно зачищаем далее нам необходимо подбросить наш новый дисплей на весу то есть без вклейки для проверки его работоспособности вставляем дисплей в рамку заодно проверяем как наш дисплей входит в рамку потому что иногда бывает дисплей плохо собранный там нифига толком не входит запускаем телефон проверяем тачскрин проверяем сам дисплей на наличие каких-либо повреждений пятен и только после того как мы удостоверились что с дисплеем у нас все хорошо приступаем к его вклейки снимаем дисплей оценяем аккумулятор отсоединяем дисплей далее наносим клей клей можно наносить как на саму рамку так и на дисплей я как правило наношу на рамку но когда мы наносим на рамку тюбик держим таким образом чтобы клей не был вот в самом краю потому что когда дисплей потом будем вставлять клей может вылазить вот по краям здесь на рамке там очень мало места соответственно клея с горки там наваливать не надо то есть очень-очень тоненько из адрес нас бывает вот маленькие тюбики такие даст клеем а бывают такие тюбики здоровы здоровый тюбик там сопло побольше соответственно из него клей вылезает больше если мы с большого тюбика давим тот полевому при установке нашего дисплейного модуля клей будет вылезать поэтому обращаем на это внимание устанавливаем батарейку привинчиваем заднюю панельку одеваем крышечку если вдруг мы меняем крышечку на новую она может не одеваться потому что на крышечке приходит на какие-то кривые блин пока я всунешь с ума сойдешь мы все дальше телефон на резиночке либо на прищепочки но я делаю на резиночке и помещаем телефон на термостол для лучшей проклейки вот и все друзья всем пока